Всем привет! Вы на канале Роман с Хоккеем. Ребят, буквально вчера, да, был на Татнефть-арене в Казани, а сейчас, сегодня я уже в Нагорном, в Нижнем Новгороде и буду смотреть матч между Торпедо и СКА. На самом деле, именно эту поездку я ждал очень сильно, потому что хотелось посмотреть, как здесь все устроено, ведь Торпедо в этом сезоне это самая клевая команда по своей игре, потому что они показывают на льду то, что сделал Орионов, то, что делают игроки в каждом матче, выглядит очень и очень впечатляюще. И вот изнутри окунуться во все это для меня было чрезвычайно интересно. Я, кстати, в Нижнем Новгороде какое-то время жил, в период с 2013 по 2015 год, но на хоккей, к сожалению, тогда так и не попал. Но вот сейчас, надеюсь, восполню все те пробелы. Надеюсь, что вас ждет очень клевый выпуск, поэтому заранее ставь лайк, подписывайся на канал, если все еще этого не сделал, и начинаем. Погуляли по фойе, здесь много всего интересного, и вообще, на самом деле, Нагорный атмосферное такое место, чуть ламповое, потому что не самая большая арена, построена еще в 65-м году, вместимость 5400, по-моему. Но, конечно, самой большой популярностью здесь пользуется студия-болеечка фон Бета, потому что она работает здесь впервые, вот на этом матче. Торпеда СКА будет еще послезавтра, и я тоже решил поучаствовать в челлендже, купил вот эту шайбу и решил ее разыграть. Среди тех, кто расскажет мне какую-нибудь самую интересную и оригинальную кричалку про торпеды, потому что я, на самом деле, впервые же на матчах торпеды, и было интересно, что это будет. В общем, мне кажется, получилось здорово, посмотрите. Давай, давай, торпеда! Торпеда, нижний ножный чемпион! Вперед, торпеда! Белый, синий, самый сильный! Мы болеем за торпеду! Лучших клубов в мире нету! Несколько слов, как вам вообще вот эта вот затея? Очень интересно, ново, увлекательно и очень интересные эмоции. Останется классная память надолго. Вот такой вот импровизированный челлендж получился здесь, в Нижнем Новгороде, в Нагорном. Мне кажется, что болельщики искренне рады. Получились какие-то такие искренние эмоции. Впервые покричали. Надеюсь, что студия болельщика здесь, в Нижнем Новгороде, останется надолго. Короче, стою прямо за фанатским сектором Нижегородской команды. И здесь так шумно! И вообще вот арена, знаете, очень уютная. Какая-то такая компактная, что ли. Пусть она, может быть, старовата уже, но качает она на все сто, ребят. Очень красивое представление, девочки прекрасные. Вышли на лед, танцевали, показывали какой-то свой танец. Потом прикольно, что прямо здесь и тренеры команд прошли. Мне Роман Борисович даже подмигнул. В общем, наслаждаемся хоккеем. У Гусева уже был момент, он попал в штангу. Кайф! Да, вот она, первая заброшенная шайба. Очень быстрая атака. И это гол. Дмитрий Яшкин празднует заброшенную шайбу. Ух ты! А вот и шайба Андрея Алтыбар-Макяна. Вроде бы такой, может быть, не самый очевидный момент. Отскок на пятойке. Андрей его первый подобрал. Из кистей пробил Кульбакова. 0-2. СКА выходит вперед еще увереннее. Но, надо сказать, при всем уважении к этой торсиде, ко всем болельщикам, которые пришли сегодня в Нагорный, преимущество у СКА ощудимое в первом периоде. И это фантастический гол Михаила Воробьева с передачи Марата Хайрулина. Иван Кульбаков едет к нам. Но, Вань, ты не виноват, к сожалению. Что поделаешь? Слишком хороши СКА. А нижегородцы много-много пространства им дают. И вот такой вот выход. Ну, разорвали. И опять быстрый прорыв. Фактически 2 в 1. И Михаил Воробьев сходу попадает верхом. Такие не берутся. Никита Гусев! Но это булит. Это булит. Это штрафной бросок. ШБ. Да, здесь Никита хоть и нанес бросок, но не сумел восстановить ту позицию, в которой изначально находился. И, конечно, бросок уже был не таким опасным. Поэтому абсолютно логичное решение арбитров. И смотрим сейчас, что придумает Никита. Никита Гусев. 4-0. СКА выигрывает в первом периоде. Никита Гусев в свойственной манере очень уверенно реализовал штрафной бросок. И СКА выигрывает первый период со счетом 4-0. Катастрофа. Всегда грустно, когда такой разгром у хозяйской команды, потому что это немножко смазывает наш приезд. Но играть еще много. И нижегородцы в этом сезоне неоднократно доказывали свой характер, показывали его. Может быть, нас еще ждет какой-то сюжет в этом матче. Практически половина второго периода прошла. У торпеда замена Кульбаков уступил место Адаму Хуске. Но я все-таки еще раз хочу поговорить про период первый. 4-0. Но посмотрите на продвинутую статистику. У СКА вот по этому графику видно, какое колоссальное было преимущество. Еще Андрей Алтыбар-Макян забросил первую шайбу за СКА вот после перехода. В общем, сейчас у нижегородцев большинство. И вот он шанс, да, в очередной раз попробовать вернуться в игру, забросить. Кстати, до этого был момент, когда Николаев далеко выскочил из ворот. И тоже была возможность. Торпеда вроде бы нащупывает ключики к победе. Посмотрим, что будет дальше. Боже мой, какой момент у хозяев. Сейчас вся арена вспыхнула, но... Надо хотя бы одну забить, чтобы вот игра подраскрылась, чтобы замаячила эта надежда. Какой выход к воротам. Но вот это последняя передача. По-моему, на арене в нее никто не верил. Нужно было бросать. Мощно. Степан. Хайрулин ответил. Федотов, молодец. Наконец-то на старте третьего периода случилось то, чего так ждали болельщики в Нижнем Новгороде. Влад Фирснов забросил шайбу в ассистентах и Усату, и Максим Летунов. Остается играть еще 19 минут, так что... Можно попробовать замахнуться на камбэк. Абсолютно однозначно, это один из самых трогательных моментов во всей лиге. Даже когда на трансляции смотришь, пробирает. А уж живую, так тем более. Напишите в комментариях свое мнение, и согласитесь, это круто. Поставьте ради этого лайк этому выпуску. Это гол в меньшинстве. Это гол в меньшинстве. Хорошая, быстрая атака, как и в первом периоде. И здесь уже просто даже Адам Хуска уже не смог помочь своей команде. Алтыбар Магян отдал Галимову, а Эмили уже практически, ну, расстреливал ворота. 2-5. Вроде бы вот подобрались нижегородцы, но все-таки мощь СКА. Опять же, да, вот когда у них много пространства, быстрые нападающие, они находят свои моменты. Но посмотрим, играть еще 8 минут. Удаление у Бардакова. Игорь Николаевич Лорионов берет тайм-аут. И, видимо, Адам Хуска уступит место полевому игроку. Или прямо сейчас, или после выбрасывания. Но вот он. Возможно, последний шанс зацепиться за эту игру. Мне кажется, что нижегородцы забьют сейчас. Вот такой вот казус случился. Ну, что поделать, с четвертой попытки попадают пустые ворота. И окончательный счет, судя по всему матчу, так и будет 6-2. Что, удивительная арена в Нижнем Новгороде. Вы видели, как сейчас все игроки проходили. Матч закончился. Да, немножко грустно для болельщиков Торпеда, для болельщиков, которые пришли на игру. Но, в целом, хороший хоккей. Я уже давно не помню, когда был на хоккее, где было 8 голов. Так что, с этой точки зрения, получил удовольствие. Сейчас пойдем в раздевалку, попробуем пообщаться с игроками. И разобраться в том, что же сегодня произошло. Ну, не получилось. Первые два периода не получились. Вот. Так, третьим нашли свою игру и продолжили играть. Алексей, вот вы можете подробно рассказать про эпизод во втором периоде, когда вы там 2 в 1 выходили, это ваша передача на пустые ворота. Как это было? Это было ужасно. Да нет, на самом деле, счет 4-0 и в такие моменты хочется не торопиться. И казалось, как бы, не знаю, некий, как бы, ход мысли в голове был такой, что натяну, сделаю паузу, отдам в пустые, чтобы такое, может быть, забив такой гол, разорвав до пустых ворот, может, даст какую-то уверенность, что мы можем тоже там забивать, издеваться, но на самом деле это было ужасно. Надо было просто бросить девятку, забить гол и попробовать уже со второго периода переворачивать ход игры. Поэтому, конечно, полностью мой косяк. Буду исправляться. Ребят, вы не представляете, как сильно я устал. Пресс-конференции тренеров продлились более часа, на мой взгляд. Это самая длинная, рекордная история в этом сезоне для меня. Мы пообщались с игроками торпеда. И вообще, я поблагодарил Игоря Николаевича Ларионова за тот хоккей, который он демонстрирует в этом сезоне, который демонстрирует его команда, поблагодарил всю организацию торпеда за это. И сегодня здесь, побывав живую на этой игре, я могу с уверенностью сказать, что это, наверное, то, по моему мнению, к чему мы должны стремиться. Потому что здесь хоккей просто обожают. И здесь самое главное, он такой, за каким хочется смотреть, ребята. Не знаю, возможно, скомканное видео получится, но, поверьте, старались искренне поработать. Здесь было нереально шумно. На мой взгляд, это самая шумная арена в этом сезоне для меня. Поэтому поставьте лайк выпуску, подпишитесь на канал, если что еще этого не сделали. Напишите свое развернутое мнение о том, как вы относитесь к хоккею торпеда и к Игорю Николаевичу Ларионову, и к тому, что он здесь ставит. Это будет интересно. Я обязательно приду в комментарии и отвечу на все. Подписывайтесь также на телеграм-канал мой по ссылке в закрепленном комментарии в ютюбе. И, конечно, не забывайте, что у вас роман с хоккеем. Всего доброго. Ребят, мы даже не ели сегодня. Пиццу где-то выхватят.